Но традиционно большое количество опросов это в сфере жилищно-коммунального хозяйства, это не надлежащего исполнения управляющей компании своих, как называется, полномочий, в частности, обращение граждан, как раз там разрушение происходит и цокольные части, разбита дорога, грязь, люди не могут ходить, а управляющая компания никаким образом не реагирует. Поэтому, конечно, будем направлять запрос в жилищную инспекцию для того, чтобы реакция произошла и управляющие компании к этому обратились. Знаете, сегодня было, на самом деле, достаточно много вопросов переселения из ветхого аварийного жилья. Программа, которая включает в себя всех, кто до 1 января 2017 года встал на очередь, должна быть завершена в Смоленской области до 2024 года. Такое решение принято губернатором, администрацией области, и нам крайне важно, чтобы эта программа была реализована. Потому что количество домов, которые требуют аварийного и ветхого расселения, растет, люди приходят, и мы прекрасно понимаем, что они попадают в эту программу только после 2024 года. А жилье практически, которое там 50-го года, жилье, которому уже на сегодняшний день по 70 и более лет, и требует, конечно, аварийного такого расселения оперативного. Возможности с учетом незавершения программы такой нет, как я уже сказал, будет с 2024 года. И здесь очень важно в каждом районе иметь маневренное жилье, куда можно временно людей переселить на какой-то период времени, чтобы они могли пойти. Маневренного жилья тоже нет, потому что ничего не строится, нет каких-то возможностей. Но есть общежития закрытых предприятий, есть федеральная собственность. Я всем главным рекомендую сегодня провести ревизию таких помещений для того, чтобы можно было обратиться в фонд государственного имущества, для того, чтобы можно было передать с федеральной собственности, на муниципальную собственность такие помещения, их отремонтировать и получить возможность маневренного жилья для того, чтобы людей расселять. Такую работу необходимо провести, такую работу необходимо провести совместно с администрацией региона, всем главам районам. И у нас есть опыт передачи с Министерства обороны, с других, в том же Дорогобуже, других организаций. Ее нужно просто сделать и такое маневренное жилье получить, потому что люди, конечно, нуждаются в переселении. Конечно, очень на приеме сегодня мне понравилась инициатива с Дорогобужского района, с Хриднодипровска, Надежда Анатольевна, которая предложила ряд инициатив, которые реально сегодня могут быть рассмотрены. В первую очередь, это, конечно, доплата за выслугу лет педагогам, которая установлена была в размере 1200 рублей в 2016 году. Она сегодня, конечно, требует пересмотра и увеличения. И обязательно эту инициативу обсуждать со своими коллегами и, возможно, мы с такой инициативой выйдем. Это доплата гражданам в возрасте 75+. У нас с 80 лет идет доплата к пенсии. Мы предлагали в свое время 75-150% доплату, а доплата в 80 лет. Предложение прозвучало ежегодно добавлять по 1 тысячу. 75 тысяч, 76 тысяч, 200 тысяч. Тоже обязательно проработаю эту инициативу, потому что я считаю, что, естественно, она требует проработки. Ну, сложный вопрос это по областной больнице медицинской реабилитации, находящейся в Сафоново, который сократил количество, сколько мест, сократил количество сотрудников. Имея сегодня долги, необходимо обязательно связаться с областным здравотделом для того, чтобы проработать. Какие необходимы реальные шаги сделать, чем необходимо помочь, возможно, какая-то понадобится федеральная поддержка. Ну, как я уже сказал, преимущественно, конечно, это вопросы жилищно-коммунального хозяйства, предоставления услуг. И все эти вопросы мы постараемся отработать и ответить нашим гражданам. Спасибо. 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 Спасибо.